Гаражной мебели нам больше не надо. Никакой гаражной мебели, только красивая, типовая. И по всей набережной из такого посыла начинается масштабная инспекция по красноярским преображениям. Первая из 13 локаций это правобережная набережная, а следом ее вторая часть ДТЦ Красноярия. Там ремонт только начинается. Там появится деревянная смотровая площадка, сцена-подиум, беседки и карусели. Смонтируют и уличную мебель, тоже типовую. Особое внимание уделят столичным газонам. Чтобы эти газоны были газонами, а не похожими на огород. А вот газоны с сибирским и даже немного сельхоз колоритом появятся на Николаевском проспекте. Там высадят подсолнухи, топинамбур, фасцелию. Побывали и на театральной площади. Ее ждет масштабная реконструкция к 400-летию города. Правда, пока добрались до точки, возникли и новые вопросы. Уже к качеству дорог. Где бордюры вытащили, потом к асфальтированию переходим через месяц. Надо стремиться к тому, чтобы старт и финиш были максимально приблизены к друг другу. На самой же опере сделают капремонт фонтанов, подсветят фасад новой гостиницы на площади и благоустроят площадь Чехова автостоянкой и пешеходным переходом. Избавиться обещают и от синих биобудок. А в 2028 году еще реконструкция самого оперного театра. Примерно в такой же перспективе на несколько лет строительство и будущего сибирского Арбата, нынешнего военного городка. Правда, есть и проблема. Земля под ним федеральная, и ее сначала нужно передать городу, чтобы начать преображение района. Ключевой вопрос в параллель вывести и проектирование концепции развития этого микрорайона, а потом уже земля федеральная, когда решится вопрос, мы тут готовы и дальше начинаем уже реализацию. Людей спешат успокоить. Старинные казармы сносить не будут. Район разделится на историческую часть и новые здания, а как жилые, так и офисные. По словам проектировщиков, должен получиться полуисторический, полусовременный квартал со школами, детсадами и поликлиникой. И с душой. Там есть порядка 50 зданий, часть которых являются памятниками культуры, объектами культурного наследия, а часть таковыми не являются, но они заслуживают того, чтобы к ним бережно отнестись. Этот центр, он и останется таким теплым, душевным, с таким в полном смысле слова человеческим лицом. Ну а обрамление этого микрорайона может быть и предполагает появление высотных таких более жестких зданий. К слову, благоустройство многих объектов из этого списка – это заслуга горожан. Причем в этом году голосование идет прямо сейчас. Проголосовать можно как и за масштабные проекты в городе и крае, так и за парк или сквер у вашего дома. Сделать это можно на сайте 24городсреда.ру до 30 мая. Алена Крашенинникова, Сергей Польшаков. Новости Прима.